Слово предоставляется Виктору Карловичу Мерцу. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать всех на нашем собрании. И хочу поблагодарить организаторов за то, что они собрали нас. И сразу пожелать, чтобы такие собрания проходили в Казахстане чаще, а не раз в 30 лет. Как говорил Жакин Кажахмедович. Мой доклад посвящен вопросам незалита Казахстана. Не секрет, что незалит Казахстан один из слабоизученных периодов на территории нашей страны. И несмотря на то, что история этого вопроса уходит на 60 лет вперед, поскольку первые находки, о первых находках незалитических в свое время заявлял Хасан Алпазбаевич Алпазбаев на юге Казахстана. Затем что-то говорил Медоев в общем смысле, так сказать, памятники ранее галаценного типа. Какие-то комплексы микролитические и так далее, и так далее. То есть общие такие абстрактные представления. То есть ощущение, что есть мезолит, а вот как его отделить от неолита и других комплексов. Очень сложно было. Эта проблема, безусловно, волновала многих исследователей. Но ближе всего к ней подошел Виктор Федорович Зайперт. В 70-х годах, когда он начинал изучать памятники северного Казахстана, выделил группу памятников в Петропавловском. При Иртыши, там, значит, Чаглинская группа была, Петропавловская, Тельманская. Три группы памятников. И вот он определил, что какая-то часть этих материалов мезолитическая. Но основной аргумент у него был по дате, которую он получил, по-моему, на Тельмана 8 из Ямы. А-14, да, извиняюсь. Там 10 тысяч у него была дата. Спасибо, Анатолий Андреевич. Будете садокладчиком. Микрофон не выключайте. Будете подсказывать. Но, тем не менее, весь комплекс, допустим, Тельманских стоянок, которые Виктор Федорович определил как мезолитический, у меня это вызвало большие сомнения. Поскольку там были асимметричные трапеции. Но Виктора Федоровича можно было понять. Он впервые столкнулся с таким материалом. Первые стратифицированные памятники. Хотя там стратеграфия в пределах полуметра, 40 сантиметров. Было смешанные комплексы. Но он пытался что-то сделать. И потом у него был, конечно, пример Матюшина, классический. Мезолит Южного Урала. С которого можно было списывать схему и рисовать свою. Так Виктор Федорович поступил. На этом поиски его мезолитические закончились. Он увлекся другой темой. И больше, по сути дела, мезолитом целенаправленно никто не занимался. Хотя материалы так или иначе встречались. Что-то сделал в свое время в Центральном Казахстане Чентин Александр Юрьевич. Вот там одна стоянка у него, домолоктаз, по-моему, была. С микролитическим инвентарем. Но этот микролитический инвентарь залегал сразу под слоем упухи бронзы. И поэтому тут очень сложно утверждать было, что это действительно мезолит. Но раз микролиты, вернее, даже геометрических микролитов у него не было, просто микроиндустрия была, значит, мезолит. Такой вот стереотип восприятия у нас был. Тем не менее, памятники так или иначе были известны. Кто-то о них заявлял, сообщал. Но целенаправленно после Виктора Федоровича никто не занимался. И вот только лишь в 88-м году, когда была открыта многослойная стоянка Шедерты-3 в среднем течении одной именно реки. Ну вот здесь в среднем течении реки Шедерты. Шедертинский археологический комплекс. Он дал большое количество памятников различных периодов, в том числе голоценовых. И стоянка Шедерты-3, содержащая шесть культурных слоев от финального палеолита до ранней бронзы. Многослойный памятник, который и дал нам возможность говорить о мезолитии в дальнейшем. Кроме того, мы к этой карте вернемся еще потом. Вот карта Шедертинского археологического комплекса и общий вид стоянки Шедерты-3, где все это происходило. Вот памятник стратифицированный. Здесь есть серия погребенных почв. Ну, ранняя почва раннеголоценовая. Вот здесь, сейчас, минуточку. Вот тут вот проходило. Вот здесь она вот, коричневая такая бурая почва. Самый нижний слой располагается под ней. Ну, это слой, видимо, финального палеолита, поскольку этот слой пробивается морозобойными трещинами. Вот, и индустрия в нем, ну, вполне верхнепалеолитический или раннемезолитического облика. Сейчас мы посмотрим. Вот далее, вот еще один слой мезолитический над почвой и в верхней части вот этого суглинка под черной почвой. Выше идут неолитические материалы с керамикой. Вот, значит, это материалы шестого слоя. Здесь мы видим два типа нуклеусов. Конические, призматические и есть кленовидные нуклеусы. Вот, в то же время геометрические микролиты. Использовалось различное кремниевое сырье. Халцидоны, яшмакварциты, брекчи различные. Вот, то есть смешанный характер сырья. Но в то же время вот все кленовидные нуклеусы были из кремниевых пород и из кварцитов. Вот, пятый слой. Здесь более такая выдержанная индустрия, хотя кленовидные нуклеусы тоже встречаются. Вот здесь вот торцовый кленовидный. Вот этот верхний вот. Ну и в то же время конические, опять же, различные кремниевые породы использовались. То есть те породы, которые именно используются в ранне-голоциновых комплексах региона. Вот это тоже материалы пятого слоя, очень яркие. Ну, халцидоны. Здесь ополовидные кремнии, коричневый кремень. Опять же, мы видим и призматическую технику расщепления и кленовидную. Вот, об этом я впоследствии скажу еще. Ну, здесь вот площадки производственные. Видно, где расщеплялся материал. Очень хорошо видно. Так, и вот четвертый слой. Самая яркая индустрия из однородного материала. Это желтые, вишневые, яшмокварциты в основном. Иногда встречался кремень коричневый. Но именно эта индустрия очень показательная, и она отличается от всех остальных. Ее очень легко отличить именно по сырью и по типологии. Что здесь главное? Ну, есть, конечно, диаметрические микролиты. Вот трапеции, нижний ряд. И вот такие широкие, длинные трапеции. Низкие длинные, высокие есть. Классические, обычные. Но самое, да, вот еще вот здесь мы видим, самый необычный тип орудий, который не встречается больше ни в одной индустрии региона, это вот такие нуклеевидные резцы. Именно для этой индустрии характерны данный тип изделий и являются маркерами позднемизолитического комплекса, который представляет, видимо, отдельную самостоятельную культуру, которую предварительно, ну, можно назвать шедертинской. Здесь также встречаются предметы первобытного искусства. Это галечная скульптура, вот раскрашенные плиточки, такие абразилы первые попадаются. Ну, и я хотел бы остановиться подробно именно вот на этом типе индустрии, который чаще всего встречается и наиболее выразительный. Вот. Материалы этого типа встречаются также на озере Барлы. Это неолитическое поселение, но в культурном слое встречаются изделия из вот этой желтой и вишневой ешмовидной породы. Типологически они такие же исходные, как в четвертом слой стоянки шедерты-3. И, соответственно, я их отношу именно к этому типу. То есть это разрушенная поверхность мезолитической стоянки неолитическими поселенцами, поэтому материал встречается во всем культурном слое. Вот эти предметы. То же самое сырье, те же самые вкладыши различные, низкие трапеции, ретушированные пластинки с фентральной ретушью. Также здесь использовалось и кремниевое сырье, холцедоны различные. Но это, возможно, более ранний комплекс, который синхронен к пятому слою стоянки шедерты-3. Здесь же есть стоянка, вернее, местонахождение Барлы-2 с берега озера. Вот здесь вымываются вещи вот такие. Это материалы, я думаю, синхронные как раз к пятому слою, потому что использовалось вот это кремниевое сырье, холцедоны различные. Ну, встречается также и яшмовый комплекс вот с такими же нуклеевидными резцами. Вот. Еще один памятник находится на севере Павлодарской области. Это стоянка, вернее, поселение Кастамар. Верхние слои там эпохи бронзы, но нижний слой, он приурочен вот к верхней части суглинка, перекрываемой погребенной почвой среднеголоценовой. Именно здесь вот залегают остатки такой же индустрии, аналогичной слою 4. Вот здесь мы видим также еще кремниевое сырье, которое использовалось, оно и в шедертах. Ну, здесь в большей степени. Ну, те же самые вот нуклеевидные резцы мы видим, они и на иллюстрациях, концевые скребки, вкладыши, низкие трапеции есть. В этом году мы провели там раскопки. Вот это площадки с костями, с артефактами. Здесь вот в основании культурного слоя они залегают. Видно по этому снимочку. Ну, и еще одна стоянка на юге Павлодарской области. Это стоянка Масашат. В обрыве берега реки Тундык были найдены аналогичные вещи из такого же сырья. Ну, и правда, есть еще более ранние, видимо, из халцидонов, которые соответствуют пятому слою. Если в целом взять информацию по мезолиту, то вокруг мелкосопочника мы видим, по краю мелкосопочника, по границе с Южным Уралом, в Северном Прикаспии, в Южном Казахстане, в Восточном Казахстане известны мезолитические памятники. О них писали различные авторы, но, к сожалению, эти материалы не систематизированы. Вот, и такая работа, видимо, предстоит кому-то из молодых, может быть, исследователей. То есть мезолит у нас есть, достаточно хороший, просто нужно им систематически заниматься этой темой, и она будет закрытая. По поводу происхождения этих комплексов. Ну, во-первых, в самом раннем слое стоянки Шидер-3 очень много резцов на пластинках с притупленным торцом. То есть это типичные резцы, характерные для верхнего палеолита Восточной Европы, и, возможно, их появление связано с миграцией с Восточной Европы на территорию Северного, Центрального Казахстана. Вот. И что здесь нужно еще отметить в этой связи? Ну, памятники более позднего периода, видимо, связаны с ближневосточной миграцией, особенно поздние мезолитические, где появляются предметы первобытного искусства. Там вот кремниевая скульптура в виде бычка, потом плитка раскрашенная. Аналогичные вещи в ранее неолитических комплексах Ближнего Востока известны, Тель-Халафи, других памятников. И в целом, что нужно сказать об этой индустрии? Она имеет определенное сходство с прикаспийскими материалами, вот, и в том числе и с материалами джитунской неолитической культуры. Поэтому вот я предполагаю, что ее происхождение связано с миграцией, так сказать, ну, во всяком случае, вот с юга Средней Азии, сюда на север, различными путями, может быть, по Южному Уралу приходили. То есть какие-то параллели в южноуральских материалах тоже прослеживаются. И самое главное, что у нас нужно отметить, что у нас два типа индустрии с кленовинными нуклеусами, то есть это сибирско-монгольская традиция расщепления, где нет геометрических микролитов. И призматические нуклеусы, конические, то есть то, что характерно для культур Восточной Европы и вообще западных территорий относительно Казахстана. Значит, если эти популяции мигрировали сюда с запада, то здесь проходила граница, вот как раз по центральному Казахстану, видимо, проходила граница вот этих двух миров, западного и восточного, ну то есть сибирско-монгольской традиции расщепления камня, что хорошо показывают вот эти наши материалы, стоянки Шедерты-3 и других памятников, где, собственно, на одной площадке, на одном уровне мы видим две технологические традиции. Вот. И это потом прослеживается еще и в неолитических слоях. То есть эта традиция достаточно долго существует на территории Казахстана, ну до конца, ну, наверное, среднего неолита. Потом кленовидные нуклеусы у нас исчезают. Вот. Это, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Виктор Карлович. Вопросы, коллеги? Как ты сейчас дотерешься на раннюю неолитическую черноземовидную почву? С каких пределами? С шестым тысячелетиям. Ну, не раньше, не позже. Ну, я думаю, даже не раньше первой, вернее, второй половины шестого тысячелетия. А то есть не раньше, то есть вторая половина шестого, но не первая половина шестого, да? Нет, не первой половины шестого. Первой половины. Да, может, она заходит во вторую половину. А керамика самая ранняя неолитическая в верхней части почвы? В нижней части она лежит. В нижней части, да. Я почему-то спрашиваю. У меня на памятнике буревестник при раскопах. Вот под самой вот этой черноземовидной ранней неолитической почвой прослеживается горизонт размыва. Заполненный уже не почвой, а подстилающими сугренками, такими колесневатобурами. Ну, да. И вот прямо на этом горизонте разрыва, под почвой, первая керамика, маленький кусочек. В том-то и дело. Здесь такая же ситуация. Там есть небольшие линзочки дресвы, видимо, по склону смылы, когда шли. Вот. Они и как бы границу между погребенной почвой и нижележащим суглинком, на котором вот четвертый слой лежит и в его верхней части залегает. Спасибо. И еще один вопрос. Спасибо за доклад. Я хотела спросить, а есть ли возможность установить абсолютную или относительно хронологическую последовательность между двумя традициями, индустриями с хроновидными нуклеусами и с коническими? Ну, они параллельно существуют. Вот. То есть мы видим их присутствие, значит, во всех мезолитических трех слоях и в ранненеолитическом слое, который залегает в черной почве. Там тоже есть кленовидные нуклеусы, но эти кленовидные нуклеусы сделаны из грубо зернистого кварцита. И на них нет никаких… Ну, то есть вторичная обработка на пластинах очень и очень редкая. То есть это другая традиция. Пластины не ретушировали целиком, их использовали, видимо, сегментировали и так далее. А вторая традиция, она как раз среднеазиатского междуречия, раннекельтиминарского типа, типа учащийся 131, вот такая вот раннекельтиминарская индустрия, без каких-либо там наконечников, которых еще в помине и там не было, и у нас не было соответственно. То есть это первые мигранты, которые сюда пришли, они принесли здесь плоскостные конические нуклеусы. Вот два типа нуклеусов, которые характерны для среднеазиатского междуречия, которые плоскостные нуклеусы как раз являются этнографическим признаком этих среднеазиатских племен, вот, кельтиминарских. И тут же параллельно кленовидные нуклеусы лежат на площадочке, но там совершенно другие вещи. А чеп, всевозможные скребки и так далее, просто сечение пластины. А вторичная обработка, ну, как бы, есть, но очень редкая. А здесь, пожалуйста, притуплены спинки, асимметричные трапеции, все что угодно. И вот те как раз, я когда говорил, что Виктор Федорович вслед за Матюшиным, Тельманские стоянки с асимметричными трапециями, он их признал как мезолитические, вслед за ним также Астафьев на Мангошлаке, увидел, говорит, о, это мезолит. А у меня с этой индустрией неолит идет, она вот в этой почве самой жирной, черной. И, собственно, эта индустрия идет с керамикой, это нормальная неолитическая индустрия. Вот, и там эти асимметричные трапеции. Но в мезолите ни в одном слое таких вещей нету, близко даже. И притупленных спинок нету, и краев, ничего нет такого. Торцы есть притупленные там, ну, поскольку есть вот эти низкие трапеции и так далее. А вот таких вещей, которые считал Виктор Федорович и другие авторы мезолитические, нету их. Они появляются только в раннем неолите. Большое спасибо, Виктор Карлович. Да, это заготовки для изготовления кленовидных нуклеусов были. И они встречаются у нас, поскольку в основе кленовидного нуклеуса лежит вот эта форма лифосиали. Все верно.